Криминальная хроника. Аналитические материалы правоохранительной тематики. Информация об уголовных преступлениях, правонарушениях или других событиях, имеющих отношение к процессу нарушения закона. Обзор происшествий, расследования, профилактические и информационные сюжеты – все это в передаче «Дежурная часть». Здравствуйте! В данном выпуске подозреваемый в угоне автомобиля задержан в кратчайшие сроки. По факту грабежа в отношении молодых людей возбуждено уголовное дело. Злоупотребление алкоголем негативно сказывается на поведении и психике человека. Уже спустя несколько минут после употребления спиртного сознание человека может измениться. Возможно, неадекватное восприятие окружающего мира. Наблюдаются проблемы с логикой и мышлением. В таком состоянии человек с трудом контролирует свои действия и может оказаться в неприятной ситуации. 3 августа 2022 года. Примерно полпятого утра. С улицы Чимкент-Юле в Юносабадском районе неизвестным лицом угнан автомобиль «Нексия». К машине подошел неизвестный. Я подумал, что это племянник. Он сел за руль моей машины и запер дверь. Ключ был в замке зажигания. Он завел машину, чуть не наехал на нас. Оказалось, что это посторонний человек. В результате принятых мер вскоре автомобиль был найден. Стало известно, что угон автотранспортного средства совершил 31-летний из-за ТЛА. Вообще я мало пью. В тот день я захотел выпить. Принес 10 бутылок пива. Выпил. Посидел на работе допоздна. Потом собрался домой. Сел за руль своей машины. По дороге меня остановил сотрудник. Воспользовавшись моментом, я убежал. Побежал в сторону поля. Упал. Потом увидел автомобиль «Нексия». Водителя рядом не было. Ключ был в замке зажигания. Я сел в машину и уехал. У любого совершенного преступления существуют причины и факторы возникновения. В данном случае у подозреваемого есть собственный автомобиль. Постоянная работа. Он женат и имеет двоих детей. Так что же послужило причиной совершения такого поступка? Почему мужчина угнал чужую машину? Причина моего поступка, видимо, пресыщенность жизнью. Я совершил глупость. Я прошу простить меня. Я очень сожалею о том, что сделал. Где-то неделю назад наш участковый подошел к нам водителям и предупредил нас, чтобы мы не оставляли автомобиль без присмотра. Чтобы были бдительными. Он провел с нами беседу. Все разъяснил. Я не думал, что со мной произойдет такое, что я столкнусь с такой ситуацией. Я благодарен сотрудникам. Автомобиль был возвращен владельцу в установленном порядке. В отношении из-за тлы, совершившего преступление в состоянии алкогольного опьянения, возбуждено уголовное дело. Тем самым обеспечена неотвратимость наказания за нарушение закона. По данному факту, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2, статьи 267 «Угон транспортного средства Уголовного кодекса Республики Узбекистан». Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следственные мероприятия продолжаются. Обратите внимание на срок наказания за совершение такого вида преступления, как угон автомобиля от 10 до 15 лет. Эти цифры призывают человека к осознанности и ответственности. Однако не стоит забывать о бдительности. Уважаемые владельцы автотранспортных средств, не оставляйте дверь машины открытой с ключом в замке зажигания. В столице на постоянной основе осуществляется работа, направленная на предупреждение и профилактику преступлений и правонарушений, обеспечение правопорядка и безопасности населения, защите прав, свобод и законных интересов граждан. Но, несмотря на это, некоторые молодые люди совершают необдуманные поступки, о чем впоследствии сильно сожалеют. Несмотря на юный возраст, Инамджон и Бабурджон приступили закон и теперь привлечены к участию в оголовном деле в качестве подозреваемых. Они приехали в Ташкент в начале июля, продавали мороженое. Затем ребята решили вернуться домой. Но прежде у них возник коварный план. Первого августа ночью мы шли с Бабуром по улицу, где она. Увидели парня. Мы договорились, что подойдем к нему и попросим телефон, чтобы позвонить. Затем нападем на него, отберем телефон и продадим этот телефон, а деньги потратим. Мы дождались, когда парень подойдет в темное место и подошли к нему. Я возвращался домой после работы. Ко мне подошли двое, попросили позвонить. Я дал свой телефон, после чего они ударили меня, повалили на землю и убежали. Мы хотели скрыться, но буквально через 100 метров нас задержал сотрудник и доставил в отдел внутренних дел. Я прошу простить меня, я очень сильно раскаиваюсь. Я благодарен сотрудникам, их сразу задержали и вернулись в телефон. Благодаря бдительности, опыту и чутью сотрудников Сергилийского района, отобравшие мобильный телефон молодые люди, задержаны практически на месте преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2, статье 166, грабеж Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Следственные мероприятия продолжаются. В свою очередь ГУВД Ташкента напоминает, уважаемые жители и гости Ташкента, будьте осторожны, желая помочь незнакомцу. Не стоит давать в руки незнакомым вам людям ваши личные вещи. Если у вас просят телефон для звонка, скажите, что никому не даете свой телефон, но без проблем можете помочь. Пусть незнакомец продиктует вам номер человека, с которым нужно связаться, и скажет, что ему передать. Будьте бдительны. Я загубила будущее своих детей. Я очень сожалею о содеянном. Я совершила ошибку. Не думала, что все так обернется. На данный момент женщина находится в женской колонии. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2, статьи 135 «Торговля людьми» Уголовного кодекса Республики Узбекистан. В ходе проведения оперативных мероприятий она была задержана сотрудниками Управления службы государственной безопасности Республики Узбекистан по городу Ташкенту и Главного управления внутренних дел в Международном аэропорту при попытке отправить девушку в Дубай для занятия проституцией. В начале мая моя знакомая предложила мне работу за границей. Дала номер Лабар. Я ей написала. Женщина сказала, что я должна получить загранпаспорт. Я сделала все, как она сказала. После получения паспорта мне написала девушка Жасмин, проживающая в Объединенных Арабских Эмиратах. Она выслала мне билет и сказала, что встретит меня. После 27 июня я обратилась с заявлением в органы внутренних дел. В ходе проведения оперативных мероприятий стало известно, что Лабар должна была найти и уговорить нескольких девушек, желающих работать за границей. За каждую девушку ей полагалось 100 долларов США, а девушки по приезду в Объединенные Арабские Эмираты должны были отработать 2500 долларов. Средства потрачены на оформление документов и дорожные расходы. Собранные по данному факту документы были переданы в следственный отдел Вишнабадского района для принятия законных мер. Торговля людьми является серьезным преступлением и грубым нарушением прав человека. Уважаемые граждане, избегайте соблазнительных предложений случайных или знакомых людей о работе за границей. В случае каких-либо сомнительных действий обращайтесь с заявлением в органы внутренних дел. Одним из самых интересных направлений деятельности органов внутренних дел является экспертно-криминалистические исследования. В рамках своей деятельности экспертно-криминалистическим центром ГУВД Ташкента осуществляется работа по исследованию наркотических веществ растительного происхождения, идентификации личности по отпечаткам и фотоизображению лица, проведение портретных и доктилоскопических экспертиз, исследования на подлинность документов, подписей, ценных бумаг и банкнот и другие. Подробнее о деятельности центра и раскрытых преступлениях смотрите далее в сюжете. Сегодня без специалистов экспертно-криминалистических подразделений немыслима работа по своевременному раскрытию преступлений. Так, проведение специальных исследований играет особую роль во всестороннем и объективном расследовании преступлений. Подобное исследование, призванное установить подлинность ценных бумаг, было проведено сотрудникам экспертно-криминалистического центра. 9 июля 2022 года сотрудниками отдела уголовного розыска Якосарайского района были предоставлены купюры в размере 500 долларов США, изъятые в ходе оперативного мероприятия с банкомата, расположенного в Якосарайском районе. 30-летний Нурали хотел сбыть данные денежные купюры через банкомат, но банкомат заблокировал данные купюры. Далее приехал сотрудник банка, выявил купюры, не соответствующие образцу, после чего сотрудники банка обратились в орган внутренних дел Якосарайского района. По данному факту была произведена техника криминалистической экспертизы документов. В ходе проведения исследования было выявлено, что 500 долларов США, изъятые у 30-летнего Нурали, не соответствуют стандартам. По итогам экспертного исследования заключение эксперта было предоставлено в следственный отдел Якосарайского района. Также сотрудниками экспертно-криминалистического центра проведена экспертиза наркотических средств. Сотрудниками уголовного розыска Якосарайского района для проведения экспертизы был передан пакет с наркотическим веществом. В результате проверки в специальной лаборатории установлено, что изъятым веществом является гашиш весом 538 грамм. Соответствующее заключение передано в следственный отдел Якосарайского района для принятия законных мер. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 273 Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Употребление синтетических наркотических средств и психотропных веществ негативно сказывается на здоровье и качестве жизни человека. Принимая решение попробовать наркотика, вы берете ответственность не только за себя, но и за свою семью, свое будущее. Не совершайте необдуманных поступков. Выберите жизнь без наркотиков. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok